Есть страх Божий, да, и в 118-м псалме сказано, трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Обычный страх, нет никакого особенного, вот страх Божий особенный, нет, обычно, трепещет от страха плоть моя, судов твоих я боюсь. Когда Бог дал заповеди, народ написано испугался, видя эту гору полную огня, полную дыма, страх пришел, страх. Нарушить Божьи, нарушить Божьи заповеди. Как у каждого ребенка есть в каждой семье определенные вещи, там, вот, приходишь домой не позже этого времени, каждый день там читаешь, там, определенное количество страниц. Есть правила, которые мы даем своим детям, и вот тогда, если ты это все сделаешь, вот, тебе то-то, то-то и то-то, а если ты это не будешь делать, тогда то-то, то-то и то-то. Ребенок знает эти постановления, и часто благодаря страху он вынужден исполнять, он, может быть, не хочет, он не хочет ходить в школу, он хочет целый день играть в компьютерные игры, дай ему власть. Но он идет и исполняет это. Почему? Потому что есть страх. Но потом проходит время, и сознательность человека должна расти. И то, что раньше он делал из-за какого-то страха, со временем он уже начинает все больше это делать осознанно. И если твой ребенок вырос, ему там уже там 16, 17, 18 лет, и он все еще тебя слушается только из-за страха, то это ненормально уже, из-за страха перед наказанием. Это неправильно. Почему? Потому что постепенно отношения со своими детьми должны быть отношения друзей. Он это делает, потому что он осознает, он понимает, потому что он чувствует любовь, любовь своих родителей, и сам их любит. И это уже другое, это уже осознанное действие, осознанное. Точно так же и в семье говорят, вот, там, как это делаешь, потому что боишься огорчить. Боишься огорчить своего супруга или боишься огорчить свою супругу. Я понимаю, возможно, это поначалу, когда мы только-только узнаем друг друга, не все понимаем, наши отношения только строятся. Но если проходит время, а страх не уходит из отношений супругов, и супруга все еще делает что-то, потому что боится, ой, если я вот это сейчас вот не помою тут, он придет, разорется опять, ой, не оберешься тут, шум, крик будет, поэтому я уж лучше сделаю. Это ужасно, это получается, человек в семейную жизнь так и не развился, так и не вырос. Потому что постепенно вместо страха должна приходить любовь. Я уже этого не делаю не потому, что боюсь там какого-то наказания там или чего-то плохого. Я не делаю, потому что я люблю. Это совсем другой мотив. То есть, конечно же, когда, вот, предположим, уходит просто страх Божий, это может быть и ужасно, но когда страх Божий не просто уходит, а вытесняется, чем вытесняется? Любовью. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И та ступень, которая поначалу помогла тебе преодолеть земную гравитацию, стартануть в духовный мир, открыть для себя новые горизонты, то, что для тебя было помощью, было поддержкой с определенного момента, может наоборот тормозить твой рост, тормозить твое духовное развитие. Уже много-много лет в церкви, а все еще боишься в ад попасть. Ходишь в церкви из-за страха ада. То есть у тебя так и не появилось личных взаимоотношений с Господом, которые бы стимулировали тебя не из-за боязни, а из-за любви, из-за желания, стремления сделать для твоего царя, царей Господа, господствующих, самое лучшее. Так и не появилось. И все еще из-за страха. Если мы часто поначалу, даже вот мотивом многих наших действий, он может быть страх. О, надо жертвовать, надо жертвовать. Почему? Ну потому что, если я не буду жертвовать, Бог может меня финансово не благословить. Я буду жертвовать, чтобы в моей финансовой жизни не было проблем. Ведь сказано в Слове Божьем, давайте даса вам. Мне очень часто так не хватает, и чтобы мне далось, мне нужно давать. И ты вроде бы даешь, вроде бы жертвуешь, но твой мотив – страх. И поначалу часто именно так и бывает. И поначалу, потому что это начало мудрости, страх Господень, но это не венец мудрости. Это как в школе, начало математики, таблица умножения. Дважды два цифры изучаешь. Потом их учишься складывать, делить, умножать. Дважды два – четыре. Но если ты думаешь, что вот с этим всем, вот это вот все, что тебе нужно, и ты в десятом классе, что ты знаешь? А знаешь, что дважды два – четыре. Так это же было начало. Нужно же идти дальше. Нужно же идти выше. И так же в нашей жизни мы начинаем наш христианский путь. И многое делаем. Мы боимся чего-то, мы не хотим чего-то. И мы это делаем. Но потом должен другой мотив приходить. Совершенная любовь изгоняет страх. Страх, боящийся, несовершенен в любви. Если у тебя спустя много лет в христианской жизни остается страх, ты лишаешь себя очень многого. Да никогда невозможна настоящая близость между людьми, если кто-то из них боится. Страх – это некая преграда. Страх делает нас в чем-то несвободным. Точно так же и в духовной жизни. Потому что всегда страх – это некие отношения на дистанции. А когда мы говорим о слиянии, соединяющейся с Господом, есть один дух с Господом, многим это трудно себе представить, потому что все их отношения с Богом неразрывно связаны со страхом. А кого ты боишься, ты с ним во всей полноте слиться не можешь никогда. Не должно быть страха. Ну как же не должно быть? Он же мне помогал. Да, помогал. На каких-то начальных вещах. Но дальше должна приходить осознанность. Это как написано в послании до апостолом Павлом, что конец закона – Христос. Что, закон плохой? Да нет. Ну просто мотив был законом. Конкретно построен на страхе. Делай так – будешь благословлен. А если будешь делать так – ну проклятия в твоей жизни будут, да? И об этом говорит Слово Божье. Поступай так, так и так – Бог будет на твоей стороне. А если будешь так поступать – Бог будет против тебя. Есть определенный страх, да? Не исполнить закон. Нарушить закон. Законно все начиналось. Но потом пришел Христос. И Он принес другой мотив. Мотив любви. Бог есть любовь. Когда ты что-то не делаешь не из-за страха наказания, а потому что у тебя отношение с Богом. Оно направляет тебя. Чего ты не делаешь? Почему? Потому что ты любишь. Это вот как вот сейчас. Я не обворовываю моего ближнего. Почему? Я не обворовываю моего ближнего не потому, что я боюсь тюрьмы. Я не боюсь тюрьмы. А потому что я знаю, что если я обворую моего ближнего, для него это будет боль, страдания, мучения. А я же люблю моего ближнего. Я не хочу причинять ему боль. Я не хочу причинять ему ущерб. И даже если я что-то могу тихонько утащить, и никто ничего не узнает, и никто ничего не поймет, и я не буду наказан, но я не делаю этого. Почему? Да потому что я люблю. Люблю того, кто находится передо мной. И видите, то же самое действие. Я не обворовываю ближнего, но мотив-то другой. Не из-за страха наказания, а потому что он мне дорог. Мне дороги его чувства. Мне дороги его переживания. И я не хочу причинять ему боль какими-то своими действиями. И тут не страх никакой, а тут любовь. Я люблю. Точно так же должно быть и в семье. Спустя какое-то время мы что-то делаем друг на друга, друг для друга не из-за страха, а потому что мы любим друг друга. Так же в отношениях между родителями и детьми, когда они что-то делают не потому, что боятся наказания, а потому что любят. Эта любовь наполняет их сердце, они вырастают, у них осознанность, и они что-то уже делают, потому что они понимают, что так нужно делать, а не потому что там кто-то что-то им за это плохое сделает. Точно так же, дорогие, и в наших отношениях, отношениях с Богом. Сегодня я жертвую, хотя я никакого не боюсь проклятия, наказания, да и не под проклятием, потому что Иисус искупил меня от всякого проклятия. Я служу Богу не потому, что я там боюсь, что что-то там мне плохое будет, или чего-то мне хорошего не даст, потому что я люблю Его, я сам хочу это делать, и мотив мой неоткуда-то извне, а он изнутри, это любовь. Да, поначалу, как все дети, так же и духовные дети, что-то есть, чего мы боимся, и вначале мы многих вещей не понимаем, не осознаем, и порой страх Господень, это единственная мотивация, которая может нас направить в верном, правильном направлении. Да, не случайно так много, особенно в Ветхом Завете, говорится о страхе Божьем, что он и долготу дней дает, и все, потому что когда ты исполняешь Божьи заповеди, это влияет на все твои жизни, и на здоровье, и на все. Но постепенно, если ты исполняешь Божьи заповеди только из каких-то прагматических мотивов, чтобы быть здоровым, чтобы долго жить там, чтобы иметь благословение, отношения с Богом, они не выходят за рамки некой сделки, как будто ты в сделке с Ним находишься. Но отношения с Богом это не сделка, это, здесь Новый Завет показывает брачный завет, это отношения любви прежде всего, любви, которая вытесняет и изгоняет всякий страх, и Божий тоже, и не Божий, всякие страхи, но не просто их изгоняет, и у тебя ничего не остается, а заполняет другим, заполняет любовью, боящийся, несовершен в любви, в страхе всегда есть некое мучение, но и уходит страх, любовь приходит, любовь в отношениях, любовь в отношениях и между супругами, и между родителями, и детьми, и, конечно же, между нами и Господом, потому что я жертвую, да не боюсь я вообще, что там что-то не то у меня будет, вообще никакого страха нет, почему я жертвую? Потому что я люблю, почему я служу? Потому что я люблю, а могу не служить, а могу не служить, почему ты делаешь это? Потому что я люблю, другой совершенно мотив, другой жизненный этап, именно на этом этапе и возможно построить настоящее, близкие отношения с нашим Господом. И смотрите, в послании к римлянам апостол Павел пишет, 8 глава, 15 стих, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче, сей самый дух, свидетельствуя духу нашему, что мы дети Божьи». Видите, страх, любой вид страха, он мешает, мешает строить близкие отношения. Со страхом невозможно полноценно радоваться, невозможно со страхом полноценно любить, невозможно со страхом полноценно быть счастливым человеком, потому что боящийся несовершен, несовершен любви. В страхе всегда есть мучение. Есть. Но когда уходит из твоей жизни вот этот страх, да, и Павел здесь показывает, что страх – это главный мотив у рабов. Он говорит, «Но вы не приняли дух рабства, чтобы жить в страхе». Именно это делает нас рабами, рабами Божьими даже, может быть, делать, да. Но помните, Иисус сказал, «Не называю вас уже рабами, а называю вас как?» Классно было бы, если бы он с друзей сразу начал, но часто мы не готовы сразу начать с друзей. Невозможно сразу пойти учиться, скажешь, «А что мне с первого класса начинать?» А пойду сразу в десятый. Там же уже все, уже там такие интересные, сложные задачи, но ты там не поймешь ничего, ты не способен будешь это уяснить, тебе нужно с первого класса учиться. Точно так же порой есть вещи, до которых нужно дорасти, к ним нужно прийти в нашей христианской жизни. И начинается все с очень довольно суровой дисциплины. Нравится, не нравится, надо это все равно делать. Надо, нравится, не нравится, надо молиться. Нравится, не нравится, надо Библию читать. Мне не нравится, я не хочу каждый день. Пастор, ты читаешь в воскресенье, недостаточно. Еще объясняешь все, мне достаточно. Нет, надо самому. А почему самому? Влаг пойдешь. Думаешь, на самом деле, а вдруг пойду, на всякие случаи почитаю, да? И начинаешь эти вещи, дело читать. И поначалу, да, бывает такое, когда вот, и пасторы очень любят эту тему, страх Божий, очень часто на страхе Божьем акцент ставится. Потому что благодаря страху легко можно добиваться, что ты хочешь. Но беда, когда вот не наступает новый уровень, когда ты понимаешь, что уже этот страх, то, что помогал тебе вначале дисциплинировать свою жизнь, отказываться от каких-то вещей, регулярно читать Слово Божье, регулярно молиться, но потом этот же самый страх, который помогал тебе изначально регулярно молиться, в дальнейшем начинает мешать тебе во время молитвы иметь более близкие отношения с Господом. И опять-таки я хочу подчеркнуть, это не значит, что мы должны теперь полностью избавиться от всякого страха. Просто выкинуть страх, ну и что, теперь ты ничего не стал делать. Раньше ты боялся дел, теперь ты не боишься не делаешь. Нет. Ты должен продолжать делать, мотив должен быть другой. Не просто без страха, а вытеснение страха любовью другим мотивом должно быть. И ты уже это делаешь, потому что любишь. И молитва любви – это другой уровень молитвы, другой уровень отношений с Богом, другой уровень близости. Это уже не уровень раба. Пришел раб твой, как должен приходить к тебе каждое утро, Господи. И начинаю все по моей схеме, которую мне нарисовали, сначала прославить, поблагодарить, потом попросить. Не дай Бог это попросить, не вначале, ты не любишь, когда я вначале что-то прошу. Вначале надо тебе как бы комплименты сказать, потом тебя надо поблагодарить. Тогда ты смягчишься чуть-чуть, я тебя попросил уже дальше. И дальше не затягивать это, чтобы ты опять не разгневался. Быстро-быстро благодарить уже за ответ этой молитвы. Вот мы приходим к Богу с какой-то схемой, мы приходим к Богу, и не буду так молиться, Бог не благословит мой день. А кому хочется остаться без благословения на весь день? Вот мы и молимся. А когда ты представишь себе, что ты молишься не из-за страха, что Бог не благословит твой день, у тебя возникнут какие-то проблемы, которые могли бы не возникнуть, если бы ты бы помолился. А ты начинаешь ему молиться, потому что ты не можешь в этот новый день войти в изъединение с Ним. Потому что ты любишь Его. А любовь, она притягивает. Когда ты любишь, ты хочешь сам, дотянет самого. Эта любовь наполняет тебя, и ты делаешь, ты молишься, ты читаешь Слово Божие. Почему? Ты любишь. Так как не надо заставлять человека, который любит читать письмо, которое прислал ему его возлюбленный или его возлюбленная. Ему хочется. Почему? Он любит. Точно так же. И нас трянет к Слову Божьему каждый день. Потому что мы любим Бога, и в Его письме к нам, в Его книге, мы можем каждый день открывать для себя что-то новое. И то, что началось у нас во многом с помощью страха, теперь уже продолжается благодаря Божественной любви. Потому что мы уже ощущаем себя не рабами. Мы Его друзья. Иксихи. Иксихи. КОНЕЦ. Икси. Продолжение следует...